То есть просто чудовищно. Они говорят о том, что население развитых европейских государств занимается сексом все реже. Женщины Великобритании вообще предпочитают сексу-шоппинг. И готовы поменять. То есть если вот, знаешь, значит, феномен кошки, да? Что если вот кот и кошка едят, и в это время мимо кота пробегает кошка. Вот кот прервет еду и помчится за кошкой. А кошка никогда не прервет еду и не помчится за котом. Так вот, знаешь, значит, женщины Великобритании вообще готовы поменять шоппинг на секс. И француженки заявляют, что все меньше удовольствия получают они от секса. Немки заявляют, что секс им вообще доставляет удовольствие только в том случае, если он брутален и ему предшествует просмотр порнофильмов. Это данные анонимных опросов, да? Так вот, главный герой романа Платформа, вот, как бы, вот, значит, думает, господи, так мы же все такие несчастные, почему? Нам, оказывается, не хватает свободы в сексе. И он, приезжая обратно в Париж, начинает со своей новой возлюбленной и с ее друзьями организовывать фирму, которая будет вывозить европейцев на Кубу, в Таиланд. И осчастливливые в этих кубах. Вот, совершенно верно, я осчастливливый в этих кубах. И еще совершать такое дело, и посчаяла. Потому что и кубинцы счастливы, и Таиланды счастливы, и европейцы счастливы. У Уэльбека все кончается катастрофой. Его возлюбленную убивают в Таиланде какие-то террористы на глазах главного героя. Это связано с бизнесом и кубинцом? Безусловно, потому что вне ее этот бизнес для него теряет всяческий интерес. Абсолютно. Потому что он попадает в коварную ловушку, когда он, занимаясь первоначально со своей новой возлюбленной сексом, причем сексом втроем, в семером, в шестером, в разных странах, куда они выезжают апробировать площадки для того, чтобы вывозить Эрбит, он неожиданно для себя влюбляется в нее по-настоящему. И у него в сознании происходит ужасная вилка. Бизнес и любовь сращиваются в одно. Это очень тонкий психологический момент. И когда убивают на его глазах его возлюбленную, он теряет к этому бизнесу всякий интерес. То есть Уэльбек проводит тончайшую идею, которой я, например, свидетель вообще по ходу всей своей жизни. Нельзя делать предметом бизнеса то, что ты любишь. И нельзя делать бизнес с теми, кого ты любишь. Нельзя это совмещать. Бизнес – это холодная голова, жесткий расчет, и эмоции здесь неуместны. А секс-туризм, по мнению Уэльбека, в всяком случае, чреват тем, что ты волей-неволей попадешь в поле любви. И тогда, пишет Уэльбек, как я понимаю, будет большая беда. Так вот, я не знаю, читал ли господин Зайдин этот роман, Мишель Уэльбека. Спросить нет. Но перекличка очень и очень сильная. Это о чем говорит. Смотрите, разные вещи. Нет, Сашенька, может быть. Но если он этот роман не читал, то это говорит о том, что вот эта идея уловлена Уэльбеком очень точно. То есть, действительно, Запад страдает от тотальной фрустрации. И очень многие вещи, которые происходят сейчас на Западе, на мой взгляд, с этой фрустрацией так или иначе связаны. Теперь еще один момент у меня есть. Ничего, что я так долго говорю. Я понимаю, что ничего хорошего. У меня просто есть одно недоумение. Вот скажи мне, Саша, ты едешь куда-то отдыхать. В новую для тебя страну. Скажи мне, пожалуйста, ты максимальное количество информации о ней соберешь? О том, для чего эта страна, как в ней протекает отдых. Какие возможности. Ну, не знаю, максимально, но какой ты соберешь. Соберешь. Какой-то обязательно, причем сейчас это настолько просто есть интернет и куча друзей. Правда, да? Ну, то есть, в смысле, то, что мы... Я буду этим заниматься. О, я не... Посмотри, что делает эта женщина? Я не понимаю, почему она едет в Кении, не зная всех возможностей, опций и аттракций, которыми богат туризм в Кении. Это упущено в фильме, на мой взгляд. Вот здесь есть реально пробел. Правда, да? Да, да. Она едет, но здесь, наверное, это можно не придираться, может быть, вынести, доказывать, потому что он показывает, что не главное. Она эту историю показывает. И весь фильм, больше часть фильма, о которой мы еще не рассказали, и, наверное, не стоит получать, она одного за другим пробует местных парней. Она это пробует, она это показывает, очень реалистично, включая полностью обнажение тел, красивых и некрасивых, я имею в виду ее и молодых людей. Опять же, красивость – это понятие очень относительное. Ну, все мы понимаем, чем я делаю. Я скорее применила бы термин эстетический. Вот-вот-вот, эстетика. И вот в связи с этим фильмом я слышала два полярных мнения о том, что это можно смотреть и это противно смотреть. Понятно. А там все натурализм, да? Абсолютно. Отлично. Какое ощущение? То есть, я пытаюсь это предсказать, и пытаюсь, чтобы вы представили эти картины. Да. То есть, кто был в бане общественной, я сейчас продам, говорю, слышащих меня. Вы можете себе представить картину, вы ченниф оттуда, а кто такой, да? Да. Двух-трех, а потом еще там есть сцена, когда соседки дарят ей на день рождения помаду-мальчика, соответственно, они потом... Сами не исчезают. Ну да. Да, и занимаются такие вот... Непонятно даже, чем они занимаются. Потому что это не самостоятельно, это какой-то... Ну да. Я подбираю, пытаюсь подобрать какое-то слово подходящее. Ну, это нечто, что на меня лично же сцену наводило дикую скуку, но в итоге как бы весь фильм местами он вот какой-то рождал... Забил они такими вот вещами. ...противо... ...какое-то чувство, что ну уже я поняла. Да, да, уже хватит, да. Но мне не было противно, потому что я бывала в МАНИ вообще-то, и я знаю, как это. Да. Вот для меня, когда мы выходим, мы сделали с моим коллегой вдох-выдох, да. Я посмотрела, говорю, ну... Да. Он говорит, ну... Мы не зря потратили время, это однозначно. Но, и вот если на критерии весов бросить смотреть или не смотреть, то я чаще всего рекомендую друзьям, знакомым, да, я говорю, смотрите, а потом читайте о чем фильм. Ага. То есть это как правило. Ну, правильно. У вас где-то правильное. Или просто, ну там, да, посмотрите, посмотрите. Вот вопросы часто возникают, где ты видел уже раньше. А в этом случае, наверное, впервые, я подумала о том, что, ребят, прочитайте, как пару слов на фильмах, а потом идите. Потому что вы можете столкнуться с тем, что картинка, рекламная фиша вас абсолютно уведет в другую сторону, и вы придете на художественный фильм абсолютно не совсем. И многие, прочитав там мои какие-то спорты или услышав от кого-то другого заметки, я потом встретилась с этими людьми спустя неделю. Сказали, да я вот на Дуральную Луну сходил, и я говорю, и это ужасно противно, как вы сказали. Это настолько... Отталкивающее зрелище. Да, у кого-то вплоть до каких-то рефлирусов. Понятно, да, да. Вот это настолько... Вот мне хотелось об этом сказать, да, но есть еще темы. Это настолько противно, насколько противно одиночеству или непротивно. Я вообще, лично я вообще не мыслю об искусстве в этих категориях. Противно или нет? Ну ты не мыслишь, а не мыслишь. Это вообще совершенно не те понятия. Стоит идти, не стоит. Да. Стоит идти навсюду. А потом об этом говорить, в конце концов, да. Это совершенно не те. Здесь я хочу сказать, что это немножко профессиональный взгляд. Да, такой вот... Ну, отчасти мы идем, чтобы... Я иду тоже за многим, и понимаю даже иногда, что фильм мне не принесет удовольствия, я иду с другим. Но если говорить сейчас, я пыталась сказать о большой аудитории зрительства. Фильм же прокат. Ну, фильм выходит в прокат, но... Подожди. Если ты заметил, он идет в таком ограниченном количестве кинтятов, что прокат, понятно, какой будет. Нет, нет. И прокатчики, да. Прокатчики, видимо, знают об этом, не хуже нас с тобой. И поэтому он не идет ни в сетях, ни везде, он идет в четырех с половиной кинтятов, типа фитиля, один раз в день. Именно по этой причине. Хотя, хотя, они могли рискнуть и дать ему такую рекламу, используя термин секс-туризм, что повалила бы вся Москва. А потом вся Москва плевалась бы. И что? А в Африку, попадая в Африку, на нее набрасываются в буквальном смысле с этим и сувенирами. Конечно. Ну, вот каждого, да? И она, как человек, ну, такой тактичный и скромный, если-ка, она не может толком отбиться. И на каждом шагу вот это ее присветит. Опять же, можно обвинять ее, ты сама хотела этого, но как они ведут себя в агрессивном отношении к европейцам? И здесь вот чаши весов для меня она уравнялась. То, кого эксплуатирует вопрос. Да, Настя, можно я скажу? На самом деле это опять вопрос незнания. Причем вот друг, который написал на себе, что ты настрадил, он тоже этого не знал. Дело в том, что у расизма есть одна рациональная, очень правильная основа, которая давно-давно забыта, потому что вопрос расизма перешел из смысловой фазы в фазу эмоциональную. Но если отбросить все эмоции и вернуться на рацию, у расизма есть великолепный базис. Всякий народ предназначен для чего-то лучше другого народа. И в истории человечества, ему на основе этого предназначения, его отведена определенная роль. Роль Африки была в том, что Африка стала родиной первых гоминидов, давших начало человеческому общероду. После этого роль Африки в истории человечества сыгран. У Африки нет никакого будущего. Вот в этом, кстати, трагедия этого континента, что сами люди, населяющие Африку, этого не понимают. У них нет никакого будущего. Все, что они могут и должны теперь... И вот в том смысле, когда они начинают эксплуатировать, грубо эксплуатировать Европу и Америку, они совершенно правы. Они говорят, так, стоп, вообще, внимание. Прабабушка, общее человечество, это наша, африканка она, и вы нам все за это должны пожизненно платить. И совершенно в этом, так сказать, жители Африки абсолютно правы. Продолжение следует...